Ага, поехали! Сегодня игрой на электрогитаре или знанием программ по созданию музыки никого не удивить. Если хочешь по-настоящему зацепить слушателя, используй уникальный инструмент. Какой? Ну, например, старые добрые гусли. Гусли представлены в экспозиции музея гусли в Москве и китайского гуцини. То есть у нас две экспозиции. Одна русская гусли, вторая экспозиция – это китайский гуцинь, тоже родственные инструменты гусли. И там представлены экспонаты. Вот они сейчас путешествуют по России. И эта выставка будет три месяца. То есть она получается с начала марта по конец мая. Во-первых, в принципе, выставок гусли – это и нет. Это, наверное, первая выставка гуслей, которая постоянно экспонируется, где собраны не только этнографические. Ну, например, есть постоянно действующая выставка гусли в Санкт-Петербургской консерватории. Это этнографические образцы. То на нашей выставке представлены именно работы современных мастеров и вообще современных инструментов, которые используются до сих пор в различных ансамблях. Это на ансамблех, рок-группах и так далее. То есть это инструменты, которые актуальны по сей день. Гусли не тот инструмент, который, так скажем, забыли в веках, и он где-то пылится там. Мы на нем играем. Музыканты на нем играют. Его используют в кинофильмах. Его используют в различных современных композициях, в альбомах. Диджей и так далее. Выставка содержит в себе одну из задач. Это популяризация инструмента. И чтобы люди видели, что есть такой инструмент и его слышали. То есть не только он стоял и молчал, но при этом звучало. Музыканты на гусли. Один из приколов гусли в том, что они, в отличие от гитар или других музыкальных инструментов, не бывают одинаковые формы. Все разные. Например, здесь вообще какие-то дырочки по всей длине. Металлическая набойка с шипами. Тоже непонятно зачем. Может, для красоты. А вот здесь для красоты изящный крест. Выставка давно планировалась в Самаре. На самом деле, относительно не так давно была прекраснейшая выставка «Корни звука» в музее Алабина, где были представлены этнографические инструменты, собранные в экспедициях по Самарской области. И это как бы продолжение в том числе и темы. Но здесь уже на нашей выставке это инструменты, которые сделаны руками мастера Дмитрия Парамонова, моего давнего друга. Вот так не ожидал. Вы не поверите, но здесь висят электрогусли. Электро. То есть вот сюда у нас втыкается шнур. Здесь подкручивается громкость звучания инструмента. А вот и звукосниматели, благодаря которым звук отправляются на колонки. То есть на таких гуслях можно просто зажигать на рок-концерте. Вообще наш инструмент. Наш инструмент, к сожалению, мы уже не успели записать живых гусляров, но инструменты до сих пор находим. В основном это чувашские гусли. Этот инструмент шлемовидный, с большим количеством струн, и называется он кисле по-чувашски. Гусли. Созвучно с нашими гуслями. И эти инструменты, вот даже такая у нас есть идея, мечта реконструировать те гусли, которые мы нашли. По образцам мы уже сделали замеры, чертежи, и теперь хотим восстановить наши самарские гусли для того, чтобы на них можно было уже играть. Не только смотреть на них, но уже и играть. Это действительно волшебный звук, волшебный инструмент. И на этой выставке ты как будто бы погружаешься в историю тех людей, которые когда-то жили, любили, творили, пели. И знаете, это очень классное, необычное чувство, которое должен ощутить каждый.